За грани умственного и физического контроля, а также за пределами контроля над силами природы, возможно, лежат самые выдающиеся достижения йога – сострадание и покой, несмотря на полувековое преследование. Учения о любви к своим врагам, молитвы за тех, кто мучает тебя, знакомы на Западе, но многие согласятся, что это одна из тяжелейших практик. Чувство любви и покоя довольно легко проявить, когда сидишь в пещере, но так сложно, когда находишься в центре конфликта людской цивилизации. Тибетские йоги и их практика только окреплю после всех трудностей. Они отвечают за страданиями на злость. В одном из древних текстов говорится, что враг – это самый лучший учитель. Есть пример, когда один монах преклонных лет из монастыря Намгьял Провел в китайской тюрьме восемнадцать лет после 1959 года. После своего освобождения, когда он пришел ко мне, я спросил его о его опыте. Он сказал, что в некоторых случаях чувствовал опасность. Тогда я спросил, о какой опасности идет речь, угроза его жизни или что-то еще. Он ответил мне, что это была опасность потери сострадания к китайцам. Как практикующие, мы должны осмотрительно охранять сострадательное отношение к врагам. Это очень важно.